К нам присоединяется Дмитрий Васильев, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну так, мы видим сегодня, что западный мир делает ставку большую на Китай. Главы МИД Большой Семерки намерены склонить Пекин, использовать свое влияние на Москву, чтобы прекратить войну в Украине. Вот Шольц был в Китае, завершил свой трехдневный визит, где тоже говорил о войне в Украине. И, скорее всего, неформально просил повлиять на Путина. Ваш прогноз в связи с этим, чего ждать от встречи J7? Я не думаю, что сегодня запад делает ставку на Китай. Я думаю, что сегодня запад просто не может обойти стороной Китая. Понимая силу Китая, понимая потенциальную угрозу и западному демократическому, вольному, свободному миру, ну и войне в Украине. Потому что есть очевидная помощь Китая финансовая, есть очевидная помощь технологической России. И что пытается сделать свободный западный мир? Они пытаются убедить Китай, что с Китаем и с демократическим миром лучше сотрудничать, не вести войну. И ни в коем случае нельзя поддерживать в военном плане Россию. Я думаю, что вот это ключевая задача. И я очень надеюсь, что это ключевая позиция стран Большой Семерки. И J7 сможет все-таки показать свою лидерскую позицию миротворца не просто уговариванием агрессора, а прямыми действиями, которые могут остановить агрессию. Прямые действия – это еще больше помощи Украине. И, возможно, они должны прислушаться к своему коллеге, лидеру Франции, который четко обозначил будущую позицию стран европлантического партнерства. Некоторые из них должны присутствовать в Украине в качестве обороны, в качестве технической поддержки вооружения. Они должны присутствовать здесь, в Украине. Я думаю, что пришло время России показать, что никто просто уговаривает Россию, ни о чем не будет. Далеко не первую неделю мировое сообщество направляет сигналы в Пекин, действительно. Но Китай их упорно, но дипломатично при этом игнорирует, стоит на своей позиции, действительно, что не надо диктовать правила жизни. Что тут важнее для Пекина – сохранить свои отношения финансовые и торговые с Россией или вот какую-то свою независимую позицию, лицо, уже состоявшееся на мировой арене? Россия – это всего лишь бензоколонка. Это уже меньше 3% мирового ВВП. Россия – очень слабая экономика для того, чтобы Китай ориентировался на российскую экономику. Это только ресурсы. Только ресурсы. У Китая, на самом деле, есть сложности. Финансовая потенциально еще больше кризис, чем он есть сейчас, апотечный кризис. И у Китая очень сложный выбор. Китай или должен включиться в военную составляющую для того, чтобы попробовать переделать мир под себя и обеспечить свое экономическое развитие другим способом, не тем, которым он вел последние 30 лет, либо же все-таки наладить нормальные, адекватные взаимоотношения с западным миром, с демократическим свободным миром и все-таки не впасть в серьезную экономическую ситуацию, которая может ухудшиться в любой момент в ближайшие годы. Ну вот перед таким выбором стоит Китай. Я думаю, что это непростой выбор, учитывая, что у Си Цзепина также есть очень сильная сентенция, сентимент, точно так же, как у Путина, стать исторической персоной. И это большой выбор для Си Цзепина и, соответственно, той верхушки, которая окружает Си Цзепина. Либо же они лидеры и страна, которая разворачивает большую войну и за счет этого Китая становится большим драконом, либо же они мирным способом все-таки добиваются своих результатов и рассматривают себя той подниместной, которая единственное общается с Богом, все остальные просто смотрят на Пекин. Для Си Цзепина это очень сложный выбор. Ну вот вы говорите, что есть вариант наладить отношения с западным миром, но тут еще вот в чем сложность. Американцы собираются выделить помощь Тайваню. Она пока заложена в один законопроект о средствах для Украины и Израиля, но говорят и о разных пакетах. Ну это не суть важна сейчас, то есть в любом случае, это конфликт интересов. США поддерживает Тайвань, мы знаем о конфликте Китая с Тайванем. Китай поддерживает Россию в войне против Украины, США поддерживает Украину. И никто не готов здесь сейчас уступать, каждый стоит на своем. Как думаете, где-то они могут найти точку соприкосновения и компромисс? Я думаю на поле боя и в результате победы одной сторон, компромисс будет достигнут, капитуляция одной стороной. Это очень сложная геополитическая борьба. И я вам просто резюмировал, что в результате произойдет. Потому что из чего исходит Китай? Китай исходит из того, что победить можно не начиная реальную битву. И это то, что сейчас делает Китай. Западный мир считает, что осторожное поведение может не привести к эскалации и в результате сохранить жизнь. Китайцы, точно так же, как и россияне, ни во что не стоят в жизни. Они считают, что жизнь ничего не стоит. Стоит только интерес государства и центр влияния этой большой империи. Поэтому все исходят из своей философии жизни, своего подхода к ведению войны. Но как Запад часто ошибался, что осторожное поведение не приведет к войне, так и Китай. Китай своим поведением, ну такого осторожного, неактивного действия, все равно эту войну уже начал и готовится к тому, что активное действие, эскалация произойдет. К сожалению, мы очень четко по всем параметрам и критериям подходим к началу большой мировой войны. Сейчас глобальная гибридная война с горящими точками в разных частях мира. Китай и западный мир готовятся к большой войне. Это абсолютно очевидно. По поводу помощи от Соединенных Штатов Украины, Палата представителя, а именно Джонсон, заявил, что хочет разделить помощь Украине, Израилю, Тайваню на четыре разных законопроекта. Мол, так будет легче, проще, быстрее проголосовать. То есть снова голосование на паузе. И вот по состоянию на сейчас Джонсон обещал показать вот эти документы, но пока не опубликованы эти законопроекты, о чем он говорит, что именно он предлагает. Многим экспертам кажется, что все вот эти проволочки, они умышленные. Израилю хоть и нужна помощь, но мы видим, что и атаку Ирана он отразил и своими силами, и с помощью союзников, которые сбивали ракеты и шахеды. Но вот у нас, у Украины заканчиваются ракеты-боеприпасы, никто не помогает отражать российские атаки. Вот ваша оценка, правда ли можно говорить, что в США специально затягивают с помощью Украине, возможно, хотят, чтобы Европа еще больше подключилась? Или все же это более внутренние вопросы? Ну, знаете, маленький комментарий по поводу легче проголосовать. Четыре законопроекта, в отличие от одного. Это, знаете, когда вы едете каким-то видом транспорта с одной точки в другую, там, из одного города в другой, вам надо либо же одним поездом доехать с центрального вокзала одного города, с центрального вокзала другого города, либо же вам придется там на автобус ехать, потом на поезде, потом еще раз на автобусе, потом еще раз на поезде. Вот как легче? Мне кажется, сесть в один автобус и доехать. Вот точно так же голосование одним общим законопроектом будет намного легче, чем четыре закона. Вероятность того, что четыре закона будут не проголосованы, или один из них затянет три других, которые вроде как проголосовались, и один нет, велика. Поэтому лучше голосовать пакетом. Мы понимаем, что идет политическая борьба между двумя личностями. Это Байден и Трамп. К сожалению, мы заложники этих двух людей, у которых есть свои политические амбиции, стать президентом Соединенных Штатов на следующие четыре года. Ну а их политические силы поддерживают их в том, что политтехнологически должны выигрывать или одна, или другая сторона, для того, чтобы больше кандидатов от их политических сил смогли занять те места в Конгрессе, за которые, в том числе, сейчас идет жесточенная борьба. Мы понимаем, что это выборы не только президентские, а также и в Конгрессе. Поэтому мы заложники этой политической борьбы. И я думаю, что не только Украина и весь мир смогут ощутить эти проблемы в будущем, потому что мы, еще раз повторюсь, мы семимельными шагами идем к очень большой мировой горячей войне. Сейчас, на мой взгляд, идет первая мировая гибридная война с горячими точками в нескольких частях мира. А дальше будет большая. Точно так же, как в Украине началась гибридная война в начале анонсии Крыма и какими-то непонятными ситуациями в Донбассе, когда рассказывали о том, что шахтеры нашли вооружение в шахтах и это вооружение теперь используют для того, чтобы освободиться. Ну, точно так же гибридность сейчас ведется. И это потом в результате привело к 1922 году, когда началась большая фаза, горячая фаза этой войны. Точно так же весь мир сейчас находится в гибридной войне. И он идет в горячей фазе, когда все будут воевать против всех. Вот, к сожалению, надо принимать радикальные решения быстрее. И тогда мы можем не прийти к большой горячей мировой войне. Западные лидеры, к сожалению, этого не понимают. Я думаю, Китай это очень хорошо понимает и сейчас активно готовится, в отличие от западного мира. Президент Зеленский прокомментировал предложение Конгресса разделить помощь Израилю и Украине и сказал, что это будет позором для мира и чистой политикой. А как вы считаете, если помощь разделить, проголосуют именно такой вариант отдельно или одной стране проголосуют, второй нет, это же тоже будет своего рода сигналом? Вы знаете, проголосуют это одно. Потом это все-таки должно еще пройти через Сенат, а потом еще быть на столе у президента Байдена для подписания. И мы же не исключаем, что если что-то будет проголосовано неправильно или, например, не будет поддержки Украине, при том накале политической страсти в Вашингтоне, я думаю, что и в Сенате будет проблема с дальнейшим голосованием. Ну и очевидно, что Белый дом скажет, нет, 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 надо что-то переголосовать. Я думаю, что все политические стороны Соединенных Штатов четко понимают, что Украину сейчас надо поддержать. Буквально недавно вышло заявление о якобы секретном собрании специальной службы Соединенных Штатов, на котором было сказано 28 раз, по-моему, употреблено слово «критичная ситуация в Украине». Поэтому помощь нужна прямо вчера. Прямо вчера. И как раз, обращаясь опять же к цитатам президента Украины, он говорил о том, что если бы у нас было достаточное количество ракет для противовоздушной обороны, мы бы смогли сохранить нашу тепловую и электрическую угольную генерацию. А так мы ее не сохранили. И западный мир может сколько угодно выходить с какими-то большими громкими политическими заявлениями, но как нам пережить следующую зиму, на самом деле, я думаю, что и в Украине, и в мире мало кто пока что понимает. Поэтому, опять же, то, что делает западный мир, западный мир создает ситуацию, при которой в ближайшее время, если ничего не произойдет положительного, глобальная, мировая, горячая война будет неизбежна. Ну, кстати, и Жозеп Боррель тоже сказал, что дешевле Европе скинуться и купить Украине патриоты, чем потом помогать восстанавливать энергообъекты. Ну, вот возвращаясь к США, когда, по-вашему, могут проголосовать? На этой неделе или уже перенесут опять на неопределенное время? Ой, вы знаете, я был бы очень счастлив, если бы я мог ответить вам на ваш вопрос и обладал способностью ясновидца, который увидит, что произойдет в ближайший час, в ближайший день, и имел бы очень точную информацию, как это произойдет. Квантовая физика, кстати, говорит, что вероятности есть миллионы, а то и больше. Поэтому, с точки зрения квантовой физики, я вообще не знаю, как ответить вам на этот вопрос. Нет никакой информации, никакого понимания. Хорошо, будем без прогноза. Больше извините. Еще одна цитата Зеленского. Говорят, что Украине нельзя помогать напрямую, чтобы не втянуть НАТО в войну. Но Израиль тоже не от НАТО. Это конец цитаты. И тут, правда, хочется спросить. Вот страны Альянса боятся Россию и прямой конфронтации с ней. Но не боятся Ирана. При этом, что Россия собирается передать Ирану средства ПВО для защиты от ударов Израиля, истребители. И опять же, столкновение с Россией получается. Только вот с другого ракурса. Да, мы должны понимать, что страны НАТО не то, чтобы боятся столкновений с Россией. Они стараются действовать очень аккуратно, для того, чтобы не было прецедента. Это казус Абели для того, чтобы развязать большую войну с Россией. Почему? Потому что Россия ядерная страна с огромным ядерным потенциалом. И это единственное переживание, которое есть в странах западного мира, в частности в странах НАТО, это ядерное оружие в России. Вот это единственное, что сдерживает. Если бы не было ядерного оружия, с Россией бы уже давно разобрались и очень серьезными, резкими методами. А вот ядерное оружие заставляет всех быть очень аккуратными. Но, с другой стороны, это как раз и создает проблему, при которой, не дай бог, чтобы это ядерное оружие было использовано в ближайшем будущем, если будет развязана большая горячая война на Атлантическом пространстве. Да, и вообще в мире, потому что этих точек может быть на порядок больше при новой глобальной горячей войне. Ну, то есть, продолжая тему Израиля, там уже трижды собирали военный кабинет, чтобы обсудить ответ Ирану. И вот, мне кажется, к этим обсуждениям приковано внимание всех мировых политиков, потому что США, другие союзники призывают Иерусалим не предпринимать этих шагов. Дескать, Иран уже проиграл их атака, это проигрыш, не принесла им никакого результата. Но вот президент Турции, Эрдоган, сказал, что удары Ирана по Израилю – это следствие двойных стандартов Запада. И они показали, вот как раз-таки, риск разрастания конфликта, о котором вы говорите. Что вы думаете по поводу этих слов Эрдогана? Эрдоган очень боится региональной войны и разрастания ее, ну, не только там между Ираном и Израилем, а, ну, по сути, уже включение всего региона, в том числе Турции. А если Турция, то я хочу напомнить, что Турция является страной Евроатлантического блока. Если Турция включится в какую-то региональную войну, должна будет включиться вначале статья номер 4, а потом статья номер 5 Евроатлантического блока. И тогда странам НАТО все равно придется воевать. Но, если мы смотрим на позицию Израиля, мне кажется, Израиль имеет очень большое преимущество сейчас в том, что не было каких-либо серьезных очевидных разрушений на территории Израиля в результате этой массовой дронного ракетной атаки Ирана. И именно поэтому у Израиля есть возможность держать паузу. Мне кажется, Израиль держит паузу по двум причинам. Первая причина. Они ожидают помощи американцев принятия решения в Конгрессе для того, чтобы все-таки был зафиксирован документ и финансовая поддержка Израиля. Это Израиле очень нужно сейчас. Ну, потому что если они начнут действовать резко, это может остановить процесс принятия решения в Соединенных Штатах. А второе, эта пауза используется для того, чтобы разработать несколько вариантов ответа Ирану. И идет поиск наиболее болезненного ответа Ирану. Я думаю, что Израиль в этом смысле может очень сильно наказать эту страну. По поводу переговоров с Россией. Президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам, но не со страной-агрессором. Поскольку Путин на самом деле этих переговоров не желает. Именно поэтому саммит мира в Швейцарии будет без представителей РФ, чтобы она не заблокировала эту инициативу. Но опять же, там очень хотят видеть Китай, который считает, что без участия Москвы нечего проводить никаких мирных саммитов. Не похоже ли это на какой-то замкнутый круг? И если слушать позицию и риторику Китая, насколько правда целесообразно проводить подобный саммит без участия самой России, главной виновницы, скажем так, происходящего? Я хочу напомнить, что идет Первая мировая гибридная война. И по разным сторонам баррикады находится свободный мир, с другой стороны баррикады автократический мир, мир диктаторов. И Китай точно так же, как и Россия, является авторитарной страной, а то и, я надеюсь, пока что еще не диктаторской, как Россия. Но Китай в ту сторону тоже может прийти. На той же стороне находится Иран, на той же стороне находится КНДР. И везде диктаторы. Единственное, что Китай еще пока что не правит диктатор. В Китае еще пока что есть просто очень авторитарная страна и экономика, которая пытается взаимодействовать очень активно с западной демократической экономикой. И в этом как раз гибридность этой войны. Но Китай по другую сторону баррикады. И сегодня эти политические, дипломатические методы проведения таких конференций, они используются для того, чтобы все-таки кого-то за одну баррикаду перетянуть в другую. И Украина показывает абсолютно правильную лидерскую позицию для демократического мира, что с агрессором вести переговоры можно не о мире, а с агрессором можно вести переговоры о его проигрыше. И только тогда мы достигнем и справедливого, и долгосрочного мира. И возможно не придем к очень большой гибридной, точнее к очень большой глобальной горячей войне. Я вот настаиваю, что западный мир пока что боится признать, что мы находимся в той фазе гибридной глобальной войны, которая может очень быстро привести к горячей войне. Для того, чтобы к этому не пришло, нужно максимально поддержать Украину, для того, чтобы пала Россия, точнее российский режим. И не стоит бояться ядерного оружия. Ядерное оружие хорошо тогда, когда им можно угрожать. После использования, ну, все. Я понимаю, что западный мир к этому идет к пониманию, но поскольку много лидеров, поскольку есть демократические процессы в каждой из этих стран, вот решения принимаются очень долго, точно так же, как мы сейчас наблюдаем принятие решения по помощи Украине. Вот проблема демократического мира является в том, что все должны договориться, чтобы иметь консенсус, пройти все процедуры, чтобы все было в рамках закона. Это с одной стороны проблема, с другой стороны, ну, мы строим именно такой демократический мир, который строится на основах и фундаменте права, закона и миропорядка. Мы такой миропорядок хотим, а не тот, который предлагает Путин или которому хотел бы, которому тяготеет Китай, да, когда правит не сила права, а право силы. Ну, вот сейчас мы и наблюдаем, кто победит. Либо же у нас будет авторитарная земля, планета Земля, либо же демократическая. Да, и те страны, которые сегодня не там, не там, ну, вот они наблюдают, чья возьмет и кому надо будет присоединяться. Поэтому, если мы хотим демократического будущего, более свободного будущего для нашей планеты, более устойчивого мира, надо дать возможность максимально быстро победить Украину. Вот это надо сделать, а не ждать, пока гибридная война перерастет в горячую, глобальную войну. Ну, и как тут договариваться, если Украина не признает легитимность вот этих переназначений самого себя Путиным, да, и, кстати, парламентская ассамблея Совета Европы тоже не признает легитимность Путина. Вот, соответствующее решение, вчера принял юридический комитет ассамблеи, отмечается, что, помимо этого, ПАСЭ обратилась к странам-членам Совета Европы и странам-наблюдателям, то есть это и США, и другие, к Европейскому Союзу, призвали остановить все контакты с путинской властью, кроме гуманитарных. Вот это решение ПАСЭ и его рекомендации как-то может повлиять на отношение стран к диктатору и режиму? Ну, абсолютно правильное решение. Опять же, возвращаясь к тезе договариваться, с кем договариваться? С агрессором? Ну, невозможно договориться, его можно только остановить, жесткой силой. Поэтому и возвращаемся к тезису, о которой мы только что говорили. Договариваться с агрессором нельзя, с террористом договариваться нельзя. Переговоры, ну, может быть, на каком-то уровне когда-то провести как инструмент для достижения глобальной цели, для того, чтобы деактивировать терроризм. Вот надо деактивировать агрессора. И для этого нужно максимально помочь Украине, для того, чтобы Украина на поле боя смогла победить, и для того, чтобы Украина экономически могла быть устойчивой, и для того, чтобы демократически свободный мир победил, для того, чтобы Китай в результате своих аккуратных действий не пришел к выводу, что пора начать уже не просто уклоняться от ударов, а пора начинать делать удары самому. А Китаю не делать удары. Поэтому вот надо привести к ситуации, чтобы не было большой глобальной войны. Для этого надо, чтобы Украина победила в кратчайшие сроки, в ближайшее время. Вот еще к слову о Путине. Вспомнили мы о нем. Два дня в Грузии проходят протесты против закона об иноагентах, и тысячи протестующих в Тбилиси скандируют нет российскому закону, и Путин, ну вы знаете эту известную кричалку футбольных фанатов, кто он такой. Вот накануне юридический комитет грузинского парламента поддержал законопроект о прозрачности иностранного влияния, как он называется. Вот сегодня парламент Грузии должен проголосовать во втором чтении. Насколько велик риск еще более глобальных протестов в Грузии, и что изменится там, если этот закон таки примут? Ну вы знаете, у нас тоже были диктаторские законы, принятые в свое время в Украине. Это привело, это просто ускорило революцию. Мы видим, что грузинский народ, это вольный народ. Там была революция. И я думаю, что грузинский народ все-таки будет отстаивать свое право на свободу, на выбор, на европлантическую интеграцию, и свободу от ино влияния Российской Федерации. Потому что сегодня тот, кто реально влияет на жизнь этой страны, это Российская Федерация. Вот я думаю, что в недалек тот час, когда грузины смогут отстоять себя, свою независимость, свою свободу, и единственный закон, который будет принято об иноагентах, это те, кто каким-то образом пытается подвинуть Грузию к русскому миру. Вот я думаю, что тот флаг, который только что мы увидели, развивающийся над Грузинской площадью, это грузинский флаг и флаг Евросоюза. Вот к чему идет эта нация, и она к этому обязательно придет. Но я думаю, что она сможет это сделать в ближайшее время только тогда, когда Украина победит. И вот опять же, грузины, я уверен, в большинстве своем очень хотят скоро победить Украину. Потому что когда победит Украина, влияние России не будет тем, которым оно есть сегодня, на Грузию. И Грузия сможет освободиться, сможет поменять в том числе свою власть, и стать нормальной, демократически развивающейся страной. Ну, как вы считаете, просто я вот, если можно коротко, еще по поводу Грузии, что даже в этих протестах, казалось бы, против похожих на российский, против закона, который похож на российский, все равно некоторые эксперты видят руку Кремля. Ну, мы только что об этом говорили. Единственное иное влияние, которое есть на территорию Грузии, это влияние Российской Федерации. Ну, это парадокс, что, казалось бы, они протестуют против российского закона, кричат, какой Путин хороший, то есть, вот таким образом тоже Россия... Так это же типичный российский подход. Назвать фашистами других, а самим быть фашистами. Но, чему мы удивляемся? В лучших традициях. Дмитрий, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Спасибо. Политовик Дмитрий Васильев был на связи с Фридомом. До встречи. Далее говорим о ситуации в Грузии. Парламент страны в первом чтении принял законопроект о прозрачности иностранного влияния. Иными словами, закон об иноагентах, который грузинская оппозиция называет точной копией российского закона. Обсуждение этого закона сопровождается массовыми акциями протеста и столкновениями с полицией. Какие перспективы этого законопроекта и угрожает ли он евроинтеграции Грузии? Говорим об этом далее. Дмитрий Шашкин, член полицовета Единого национального движения. Присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Доброе утро. Давайте для начала кратко напомним нашим зрителям, что это за законопроект, почему его называют точной копией российского закона и зачем он понадобился правящей партии Грузии. По порядку тогда у этого закона три задачи. Первая – это сорвать евроинтеграцию Грузии. Как вы знаете, Грузия на год позже, но все-таки авансом получила статус кандидата в членство Евросоюза. Правящая партия, пророссийская партия по главе с русским олигархом Бедзина Иванишвили, самым большим частным владельцем акции Газпрома, до конца пыталась сорвать этот процесс, но не смогла. Как вы знаете, в Грузии приблизительно по всем вопросам общественного мнения 80-90% населения поддерживают евроинтеграцию, а 11 лет назад на референдуме абсолютное большинство, две трети населения Грузии выразилось за вступление в НАТО и Евросоюз. Поэтому, если они не смогли это сделать, я имею в виду пророссийское правительство в 2023 году, в ноябре-декабре, не смогли сорвать. Теперь они пытаются наверстать упущенное и делают все, чтобы процесс был сорван, так как Евросоюз объявил официально, все официальные лица, начиная от депутатов Европарламента, заканчивая руководителями исполнительной власти Евросоюза, заявили, что этот закон является русским законом, он ничего общего не имеет ни с законом ФАРа, который существует в Америке, ни с законами, которые существуют в Евросоюзе, и он представляет точную копию русского закона. Это первое, что они стремятся сделать, я имею в виду пророссийское правительство, сорвать евроинтеграцию. Второе, они пытаются подготовить базу для репрессий. Почему этот закон мы называем русским законом? Он подготавливает юридический фундамент для того, чтобы на нем можно было построить все, что угодно. Если сейчас в законе написано, что он направлен против медиа и против неправительственных организаций, то на примере России и других стран бывшего Советского Союза, которые приняли этот закон, можно видеть, что после принятия такого закона министерства юстиции этих стран принимают постановление, в котором социальные сети придавливаются к медиа, и любой человек, который имеет Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, он становится по этому закону представителем медиа. Поэтому, если студент получает грант на обучение в Европе, семья иммигранта получает деньги из-за границы, крестьянин получает удобрение от USAID, все они в то же время имеют Фейсбук-страницу, или Инстаграма, или Твиттера, все они становятся автоматически агентами иностранного влияния. Я хотел бы уточнить, получается, что любая домохозяйка где-нибудь в Кутаисе, если она на своей странице в Фейсбуке перепостит какую-то новость или информацию с другой страницы в Фейсбуке, я не знаю, BBC, например, она тоже автоматически в таком случае становится иноагенткой, или как? Да, да, посмотрите, в Грузии только за последние 4 года выехало 800 тысяч людей. 100 тысяч из них попросили убежище, политическое убежище в Евросоюзе. Эмиграция катастрофическая, ее можно сравнить в процентном отношении с числом выехавших из Украины, но в Украине идет война. Люди уехали от войны в Грузии, войны с 2008 года, горячей фазы нет. И в процентном отношении выехало столько же людей, сколько выехало из Украины. Поэтому практически у каждой второй семьи в Грузии есть родственник-иммигрант, который пересылает деньги. Как только из-за границы вам пересылают деньги, как только вы получаете какую-либо, или сотрудничаете с неправительственной организацией, или получаете какую-либо помощь, студент обычный получил грант на обучение, даже не 100%, а 10% грант на обучение в Австрии, автоматически он становится, и имеет Фейсбук, он становится лицом, который законодательство признает, например, в России, медиа. И он становится объектом этого закона. И третье, что они пытаются сделать, русское правительство, пророссийское правительство, это радикализировать максимально молодежь. Сейчас молодежь на улицах, уже продолжается пятый день протесты, молодежь не собирается упадеть с улиц. Это поколение, которое выросло, которое закончило школы в результате реформ, которые проводил Михаил Саакашвили. Они говорят на английском языке, мы привозили тысячи учителей из Америки, Европы, Канады, Австралии, мы привезли учебники из Великобритании, и эти дети сейчас говорят на английском языке. По исследованиям, прошедшим в декабре 2023 года, Грузия вошла в число стран-лидеров в Европе по знанию английского языка среди молодежи. Это те люди, которые закончили школу в результате реформы Михаил Саакашвили. И эти люди, они получают информацию на английском языке, не на русском. Из них пропаганда российская здесь не действует, поэтому они стоят на улице. Да, вот по поводу этих протестов, которые, как вы говорите, не утихают, это уже пятый день. Во-первых, насколько они массовы, а во-вторых, помнится, в марте прошлого года, когда грузинская мечта, правящая партия страны, уже пыталась потащить этот закон об иноагентах, но тогда протесты вспыхнули настолько сильно, что не смогли они этот документ принять, отказались от него. Как думаете, в этот раз сможет ли общество повлиять, сможет ли общество добиться того, чтобы этот закон не принимался? А все будет зависеть от того, насколько общество будет единым, насколько общество будет активным. Все политические партии объявили, что мы являемся обычными рядовыми членами этих протестов. А само общество ведет эти протесты. В интересах правящей партии дестабилизация в стране, они запугивают, официально, премьер-министр, глава парламента, запугивают население, как они сами выражаются, это их термин, украинизации Грузии. Они запугивают войной. Абсолютно понятно, что большое количество людей боится войны. И этим пользуется российская пропаганда, этим пользуется пророссийская власть Грузии. Это абсолютно ясно всем. В их интересах дестабилизация, дестабилизация, которая ведет еще большему числу иммигрантов, идет еще большему росту цен, идет еще большему росту безработицы. В Грузии, если сейчас проводились исследования, цены выше не только, чем в Украине, допустим, а во многих европейских странах. Я уже не говорю о Соединенных Штатах Америки. Поэтому главная цель оппозиции – это выборы, которые пройдут в октябре 2024 года. Всего 5 месяцев осталось до этих выборов. И правящая партия, опять же, по вопросам общественного мнения, проигрывает эти выборы. Единственный их спасательный круг – это дестабилизация. И они пытаются эту дестабилизацию создать. Они закинули до этого закона закон о сексуальных меньшинствах, пытались раскачать общество. Они закинули закон о церкви, опять пытались раскачать общество, не смогли. Но вот этим законом, то, что они добились, да, они радикализировали молодежь, потому что, как я уже говорил, молодежь абсолютно понимает, что ее будущее в Европе. Население Грузии понимает полностью, что будущее в Европе. В принципе, страшные картины мы сейчас наблюдаем, потому что дети вот этих депутатов, которые голосовали за этот закон, вот эти 83 предателя Грузии, которые заголосовали в первом чтении за этот закон, они стоят на улицах, и они кладут в своих социальных сетях, дети этих депутатов, протест против этого закона. Я уже не говорю о спортсменах, о деятелях культуры и так далее. Власть, правда, просчиталась. Они понимали, что они делают. Они делали это из этих трех целей, но они просчитались, насколько общество будет единым. В общем, главное, чтобы общество продолжало быть единым в своем порыве. Дмитрий, объясните, пожалуйста, как дестабилизация грузинского общества может правящей власти грузинская мечта помочь в предстоящих выборах? Когда проходит вопрос общественного мнения, один из вопросов, который задается, чего вы боитесь? А население Грузии, наверное, как и во многих странах, боится войны. А подавляющее большинство, приблизительно 80% населения, говорит, что они боятся войны. Как только вопрос войны, вопрос дестабилизации становится существенным, релевантным, сразу же по исследованиям власть получает от этого бенефиты. Ведь войну может предотвратить любой стране власть. Люди смотрят на власть как на орган, который обязан, может что-то с этим сделать. Они не рассматривают оппозицию как субъект, который может предотвратить войну, предотвратить дестабилизацию. Это обязанность государства. А государство – это и есть власть. Поэтому они очень хорошо это понимают. Они привозят много иностранных консультантов из Израиля, из Соединенных Штатов Америки. И на эти исследования тратятся большие деньги. Они идут в он-головинг режиме каждый день. И это единственный пункт, по которому они выиграют в оппозиции. Во всех остальных оппозициях побеждает 70 на 30. Как думаете, если закон этот об иноагентах таки примут, чем это может обернуться? Во-первых, могут ли вспыхнуть еще более массовые протесты в Грузии? Во-вторых, насколько вероятна угроза срыва евроинтеграции страны, учитывая призывы европарламента и еврокомиссии, не принимать этот закон? Может ли случиться замораживание процесса евроинтеграции в Грузии? Это и есть задача пророссийской партии сорвать этот процесс. К счастью, у нас выборы в октябре, и поэтому понятно, что оппозиция этот закон, само собой, даже если он будет сейчас принят, отменит после победы на выборах. Как поведут себя демонстранты, сложно сейчас говорить, потому что настрой очень велик. Всю ночь шли митинги по всей столице Грузии. Молодежь... Вы понимаете, для власти самое легкое – это иметь дело с организованными митингами. Когда они знают, кто их организовывает, используют репрессивную машину, а для них, для любой власти, это более-не менее легкая задача. Архисложная задача, суперсложная задача, когда нет единого организационного центра, когда волнения вспыхивают очагами и вспыхивают особенно среди студентов. Я вот это сейчас, то, что наблюдаю в Тбилиси, я вспоминаю 1989 год, когда советская власть ничего не могла сделать с протестом, потому что не было единых организационных центров, они вспыхивали на митинги, демонстрации, волнения вспыхивали в разных частях постоянно из-за того, что люди хотели свободу. Они получили свободу, и сейчас эту свободу и независимость у них хотят отнять. У них хотят отнять европейское будущее страны. Эти люди, я еще раз говорю, кто сейчас стоит на улицах, они говорят на английском языке, они не хотят летать в Москву, им там неинтересно, им не нужна Москва. Они видят, что Москва делает в Украине, они видят, как убивают мирных жителей, они видели, что Россия делала в Грузии в 2008 году. Россия до сих пор оккупирует 20% нашей территории. Эти люди никогда с этим не смирятся, это совсем другое поколение людей. И, само собой, как будут развиваться события, мы это увидим, власть будет максимально дестабилизировать. Вот еще один пример, почему это в их интересах. Они могли принять, у них есть большинство в парламенте, они могли принять этот закон за несколько дней. Первое, второе, третье. Слушание, как они приняли закон специально для олигарха, буквально вчера, освободили вот этого бензина и вольничурья, русского олигарха, от возможности, от необходимости платить налоги. Теперь из офшора все деньги, которые он будет переводить в Грузию, они будут освобождены от налогов. Этот закон они приняли в первом, втором, третьем слушании, буквально за два дня. И этот закон они проводят в течение двух месяцев. То есть максимально хотят раскачать ситуацию, максимально дестабилизировать ситуацию, максимально посеять посреди населения страх войны и страх дестабилизации. Дмитрий, вот смотрите, партия «Грузинская мечта», правящая партия Грузии, она продвигает законы, явно пророссийские, которые отворачивают Грузию кардинально от евроинтеграционного курса. Почему бы честно тогда не сказать гражданам Грузии? Смотрите, мы разворачиваемся от Евросоюза и движемся, не знаю, в сторону России, в сторону таможенного союза. Ведь их действия, они и так это подразумевают, и так понятно. Просто это словами еще не проговорено. У вас очень правильный вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, надо жить в Грузии, чтобы понять, что они делают. Даже Янукович в Украине такие вещи, в принципе, не делал, потому что я довольно близко смотрю за политикой в Украине. Пример. Премьер-министр Грузии едет в Германию на совместную пресс-конференцию буквально неделю назад. Шольц говорит, что этот закон принимать нельзя. Он возвращается, премьер-министр Грузии, на своих пропагандических каналах, говорит, что Шольц этого не говорил. Выступает с заявлением Мундестаг. Он отсюда идет опровержение, этого не было. Посол Германии кладет стенограмму и говорит, что Шольц сказал, что этот закон принимать нельзя. Только после этого заканчивается. Они говорят на белое, черное, на черное, белое. Это для них не проблема. Но Россия и свои прокси, пророссийские силы, они очень хорошо учатся на своих собственных ошибках. Они не хотят допустить то, что сделал Янукович все время в Украине, когда он сказал, что мы не пойдем в Евросоюз. И они очень хорошо знают, что потом произошло. Поэтому здесь они пытаются внушить населению, что все, что... Вот вам говорят, что это русский закон. Выходит Госдеп и говорит, что это русский закон. Выходят французы и говорят, что это русский закон. Они говорят, нет, это не русский закон. Это французский, это американский закон. То, что вы слышите, не верьте тому, что вы слышите. Поэтому у них три национальных канала, канала пропаганды. Они этим само собой пользуются, и само собой эти каналы вовлечены в пропаганду. Да, эти каналы не работают на молодежь, поэтому она на улицах. Да, большое количество людей смотрит оппозиционные каналы. Но есть люди, которые подпадают под это влияние, и которые правда верят, что Шольц не говорил этого, а все это придумали, нехорошая оппозиция все это придумает. Поэтому мы нашим партнерам на Западе говорим, это уже 11 лет. 12 лет, что так было. Это была российская операция в 2012 году, выигрыш выборов у тогда Михаила Саакашвили. Это была российская спецоперация, когда они 2 миллиарда долларов позволили вывезти олигарху из России и на эти деньги выиграть выборы. Мы об этом говорили нашим партнерам. Сейчас во многом благодаря Украине, кстати, это протрезвение же началось с Украины, наших западных партнеров, теперь начинают они более не менее адекватно воспринимать ситуацию. Но опять же, в их руках очень много чего, что они могут сделать. Это в первую очередь санкции против олигарха и санкции против его марионеточного правительства. Этот вопрос очень легко решаем. Их деньги находятся в западных банках, они украли очень много денег. И запад может вот эту вакханалью прекратить очень быстро. Ну, как вы сами знаете на своем примере, как долго они раскачиваются. Дмитрий, спасибо вам большое. С Дмитрием Шашкиным обсуждали ситуацию в Грузии, конкретно протесты там против закона об иноагентах, которые вновь пытаются рассмотреть грузинский парламент. Грузию снова накрыла волна протестов. Представители гражданского общества вышли на улицы из-за очередной попытки пророссийской партии власти «Грузинская мечта» воплотить в стране кремлевскую мечту. Власть Грузии снова пытается протолкнуть российскую версию закона об иноагентах. Документ парламент принял в первом чтении. В оппозиции заявили, что грузинская мечта в одностороннем порядке решила присоединить Грузию к России. На готовность голосовать за этот законопроект не повлияли ни призывы европейских политиков, ни протесты самих грузин. В Кремле, как всегда говорят, мол, они здесь не при чем, мол, принятие закона об иноагентах в Грузии пытаются использовать как инструмент провокации антироссийских настроений. Этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений, то вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии. Прекрасно понимаем, ну и наблюдаем за тем, что происходит. Что такое грузинская версия закона об иностранных агентах? Зачем его снова пытаются навязать грузинам? Зачем Кремль хочет превратить Грузию во вторую Беларусь и получится ли у него это сделать? Впервые протолкнуть закон об иноагентах пророссийская партия «Грузинская мечта» попыталась в марте прошлого года. Тогда документ также приняли в первом чтении, но под давлением Запада и гражданского общества его пришлось снять с рассмотрения. Спустя год правящая политсила учла свои ошибки и теперь стремится дожать эту инициативу. Только с несколько измененным названием термин иноагент заменен на организация, осуществляющая деятельность в интересах иностранного государства. В свое время революция рос в Грузии во многом была организована именно гражданскими активистами, которые прошли обучение за рубежом, которые увидели лучшие практики функционирования демократии за рубежом и, вернувшись в свою страну, провели сравнение и приняли участие в известных всем событиях, в результате которых был изменен политический строй, а президентом страны стал Михаил Саакашвили. И, возможно, этот опыт, он остается как угроза для тех политических сил, которые хотят строить несколько иной тип общества и политической системы и боятся того, что именно общественные активисты не дадут принимать следующие законы, которые бы уменьшали бы уровень демократии. И в том числе, если есть планы насчет специфического проведения выборов и получения большинства не совсем демократическими методами, то как раз организации, которые защищают демократию, защищают честные выборы, они являются угрозой. Поэтому нести упреждающий удар, ограничить их влияние, требовать закрытия – это все может быть частью технологии. Кроме того, мы же не исключаем, что в Грузии могут присутствовать некие российские консультанты в погонах или в штатском, которые и дают советы, а как же готовить правильные выборы с правильным результатом. В пророссийской партии миллиардера Бедзина Иванишвили решили, что со второго раза сумеют объявить проводниками иностранных сил все неправительственные организации, получающие западные гранты. Таких в стране несколько тысяч. Их сотрудники занимаются проблемами, на решения которых у государства зачастую нет ни времени, ни денег. Оппозиция называет законопроект калькой с российского закона об иноагентах и опасается, что его принятие навредит евроинтеграции Грузии. Еще до вынесения закона в парламент, дискуссия вокруг документа на заседание юридического комитета переросла в драку. За год, прошедший после первой попытки официально объявить неправительственные организации врагами, в Грузии изменилось многое. Страна стала ближе к Европе. Тбилиси получил статус кандидата в ЕС. Вместе с ним и целый список условий, которые предусматривают развитие демократии. Не изменилась только риторика правящей партии, которая по-прежнему использует термины агенты и вредители. В отношении тех неправительственных организаций, которые занимаются расследованиями защитой прав человека, выявлением коррупции, законопроект об иноагентах стал триггером для проевропейских грузин. Вот так все это начинается. В 2012 году Россия приняла закон об иноагентах. И все люди, которые не согласны с режимом, и независимо несогласие в чем состоит. В Кремле говорят, что закон об иноагентах нельзя назвать и российским. Мол, данная практика началась с США. Рот Путина Песков заявил, что огромное количество государств делают все, чтобы ограничить внешнее вмешательство в политику страны. Это нормальная практика огромного количества государств, которые делают все, чтобы обезопасить себя от влияния извне, от иностранного влияния на внутреннюю политику. В то же время Россия является едва ли не единственной страной, которая активно поддержала инициативу грузинских властей. Более того, в последнее время большинство стран, являющихся сателлитами РФ, принимают законы, подобные российскому закону об иноагентах. И то, что в списке этих государств оказалась Грузия, очень показательно. Вполне возможно, что грузинские власти искали на какой прецедент опереться. И, к сожалению для себя, невероятно взяли многое из российского опыта, регулирования деятельности организации, которые финансируются из-за рубежа. Но российский опыт и все, что связано с Россией, все-таки является довольно болезненным раздражителем для грузинского общества. Все-таки два региона до сих пор находятся под российским контролем. Это Южная Осетия и Абхазия. И поэтому ни один из грузинских политиков не рискнет призывать к улучшению отношений с Россией. Хотя может это делать в каком-либо скрытом порядке или непрямыми методами. И вот в данном случае копирование российских практик вызвало особо эмоциональные протесты в грузинском обществе. Партия «Грузинская мечта» давно уже является пророссийским проектом местного олигарха Бедзина Иванишвили. Его называют серым кардиналом Москвы. Закон мягчайший. И в самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах Евросоюза. Законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги, про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то. А грузины просто, по большому счету, у них получаешь больше 20% финансирования из-за рубежа для своей организации, просто задекларируй. Политические обозреватели говорят, что сейчас Грузия оказалась на двух стульях – российском и европейском. Из-за судьбы страны идет политическая война, Россия всячески пытается затянуть Тбилиси в свои объятия. Грузинская оппозиция обвиняет власть в лояльности к Российской Федерации. Грузинская мечта отрицает это и говорит, что у них просто разные экономические программы. Но для многих избирателей это является аргументом и, естественно, разыгрывание российской карты будет продолжаться. Превратить Грузию или грузинскую политическую систему в более лояльную Россию навряд ли удастся, независимо от любого исхода выборов. Но выборы будут конкурентными и даже последние месяцы показывают, что политическая борьба будет острой. И сейчас существуют довольно серьезные противоречия между правительственной партией и президентом Грузии. Они друг другу высказывают недоверие, критикуют, накладывают вето на свои решения. Что показывает, что избирательная кампания будет непростой, конкурентной, а проведение выборов, вероятно, будет оспариваться, как их результат. По словам главы парламентской оппозиции Грузии Хати Деканоидзе, если примут этот законопроект, то это создаст определенную стену между Грузией и Евросоюзом, а также ее намерением вступить в НАТО. Грузия может стать новой Белоруссией, от результатов нынешнего противостояния будет в значительной степени зависеть будущее Грузии. Прежде всего, сохранится ли ее прозападный курс или страна окончательно перейдет в зону влияния РФ. Влияние Российской Федерации в Грузии обуславливается несколькими факторами. В первую очередь, активностью самой России, ее специальных служб, уделение бюджетов под это наверняка. А другое, возможно, пассивностью самих европейских стран, Европейского Союза. Все-таки грузинская продукция не продается в Европе. У них нет специальных режимов, у них нет своих квот и нет выделенных ниш для производства. И поэтому то, что производит грузинская экономика, оно продается на российском рынке. И, естественно, это оказывает самое непосредственное влияние, в первую очередь, на предпринимателей, а потом уже и на все население Грузии. И поэтому пока не будут изменения в базисе, в экономическом базисе отношений Грузии и Европейского Союза, политическая картина будет разнообразной и противоречивой. Премьер-министр Грузии Ракли Кабахидзе заявил, что закон об иностранных агентах направлен на предотвращение украинизации и защиту суверенитета страны. Он обвинил ряд организаций гражданского общества в попытках смены власти через революцию в 2020-2022 годах. По его словам, власти Грузии не откажутся от принятия закона, несмотря на критику партнеров. Кабахидзе считает, что законопроект не отдалит Грузию от ЕС, как предупреждают на Западе. А наоборот, приблизит, поскольку прозрачность является главным приоритетом Евросоюза. Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение заявлением премьера Грузии. Украина призвала все заинтересованные стороны уважать право граждан Грузии на мирный протест и искать решение ситуации путем конструктивного диалога. Оговорка этого представителя грузинской власти как раз и показала те страхи. То есть Украина все-таки воспринимается, я думаю, большинством грузинского населения, как страна, которая сделала свой однозначный выбор в сторону европейской интеграции. А вот в Грузии остаются некие риски отхода от заявленной европейской интеграции, срыва планов приобретения членства в Европейском Союзе и крена в сторону России. И поэтому, когда кто-то из представителей власти говорит об опасности украинского сценария, он все-таки, наверное, имеет в виду опасности быстрого движения Украины в сторону Брюсселя. В ЕС также говорят, что закон об иноагентах не приближает Грузию к ЕС, а наоборот может отдалить. Предупредил председатель Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, в ЕС разочарованы тем, что правительство страны решило принять закон, несмотря на мощную критику. Возникает самый главный вопрос, почему закон об иноагентах снова начали рассматривать именно сейчас. Дело в том, что 2024 год в Грузии – это год выборов. Если раньше грузинская мечта побеждала без проблем, то сейчас в этой победе есть сомнения. Дело в том, что в стране вступает в силу избирательная реформа. Она предусматривает отмену смешанной системы голосования. За голоса избирателей будут бороться партии. А нового президента будет избирать парламент. Это означает, что по итогам выборов победители или коалиция победителей получит все. И правительство, и пост президента, и большинство в парламенте. А соответственно и право определять, каким курсом должна двигаться Грузия дальше. Грузинская история с законопроектом об иноагентах – это фактически старт избирательной кампании, старт нового политического сезона. В конце октября этого года в Грузии состоятся парламентские выборы, а потом непрямые президентские выборы. Выборы будут конкурентными. Грузинская мечта лидирует по всем опросам. И для партии такого типа существуют риски того, что противодействовать ее избирательной кампании или возможным специальным методам ведения выборов будут в том числе общественные организации, которые финансируются из-за границы. Поэтому, вероятно, грузинское правительство решило нанести упреждающий удар и усилить контроль за деятельностью неправительственной организации, которая получает финансирование из-за границы. Естественно, это вызвало протесты как самих организаций, так и оппозиционных политиков. Для оппозиции это тоже очень благодатная тема для защиты свободы и демократии. Поэтому дискуссии вокруг этого закона вызвали столь серьезное противостояние как на улицах, так и в стенах парламента. Политические обозреватели считают, что пророссийская партия «Грузинская мечта» решила подготовиться к выборам и устранить заранее конкурентов. А чтобы иметь против них весомые аргументы, нужен репрессивный закон. Оппозиция и гражданское общество это хорошо понимает, а потому делает все возможное, чтобы не допустить принятия инициативы власти. Мы это уже видели, например, в России. И в России люди стали впервые инагентами, потом нежелательными лицами, потом стали террористами, или их сажают в тюрьму, или их выдворяют из страны. Вот это участь ждет и Грузии. Но в отличие от России, тут не Россия, и грузины не являются русскими. Президент Грузии Соломе Зарубешвили уже предупредила, что наложит вето на законопроект. По ее словам, документ является копией закона, который Россия приняла в 2012 году. У России есть непосредственная граница с Грузией. Россия заинтересована в хотя бы лояльности грузинского руководства в связи с ситуацией в Черном море. Россия строит военную базу в Питсунде, отстраивает старую советскую базу. И поэтому ситуация в Грузии является более важной для Российской Федерации, чем ситуация в некоторых других странах. Поэтому, да, влияния будут происходить, и будут происходить как информационно, так и экономически, так, возможно, и через спецслужбы технологов. Грузины в основном выступают за евроинтеграцию своей страны и против сближения с Москвой. Они понимают, что Россия – оккупант, которая охватила силой 20% территории страны. Пророссийская партия «Грузинская мечта» побеждала на выборах в основном за счет правильно нарезанных мажоритарных округов. Сейчас же эти возможности будут существенно ограничены. А это значит, что и победа пророссийским силам не гарантирована. Грузия может вырваться из-под влияния Москвы. Парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты и подвергся критике Западом. За проголосовали 83 депутата. Преимущественно из провластной партии «Грузинская мечта». Против были 23 парламентария. Премьер-министр страны заявил, что голосование по законопроекту в третьем чтении состоится через две недели. Ранее в парламенте Грузии было сорвано обсуждение законопроекта об иноагентах. По всему залу происходили стычки между депутатами отправящей партии оппозиции. В то же время специальная следственная служба Грузии расследует применение силы по отношению к участникам протеста. Ведомство получает сообщение о произошедшем по горячей линии из изолятора временного содержания, а также проводит следственные действия. Во время последней акции против законопроекта об иноагентах полиция задержала более 60 граждан. В ночь на среду грузинские спецназовцы жестко разгоняли участников мирного протеста против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. При этом против демонстрантов у здания парламента Грузии силовики применили слезоточивый газ и водомет. Но протестующие отказались покидать проспект Руставели. Кроме этого, грузинские правоохранители распылили перцовый баллончик против по меньшей мере 10 человек, которые участвовали в акции протеста. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель осудил насилие против участников мирного протеста против законопроекта об иноагентах Грузии, которых спецназовцы пытались жестко разогнать. Об этом он написал в соцсети Икс. Боррель также напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно выступали против закона об иностранном влиянии. Грузия является страной-кандидатом в ЕС. Я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для их подавления недопустимо. Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в соцсети Икс. Тенгиз Аблотия, журналист «Эхо Кавказа», присоединяется к нашему эфиру. Тенгиз, мы рады приветствовать вас в эфире «Фридом». Здравствуйте. Добрый вечер. Тенгиз, ну, как мы видим, инициаторы этого законопроекта не сдаются, но и люди не сдаются в Грузии и все-таки продолжают протестовать, несмотря на то, что некоторый прогресс принятия этого законопроекта есть. Как вы считаете, насколько настроены люди, население на то, чтобы все-таки не позволить этому случиться? Есть ли у них еще такая возможность? Дело в том, что тут надо понимать, что массовые демонстрации, митинги и протестные движения, оно, в общем, имеет очень большой смысл, когда речь идет о власти, подотчетной народу, которая чего-то стесняется, там у нее есть какие-то представления о приличии, заботится о своей репутации и так далее. И когда там такая власть увидит, скажем, ну, 30 тысяч человек на улице против нее в течение месяца, это с 3 апреля не прекращается, у них, ну, совесть замучает, там еще что-то, какие-то человеческие, что-то человеческое в них проснется, и, возможно, они пойдут на уступки. Это не про грузинскую мечту. Надо понимать одну вещь, что глава этой партии, Бедзина Иванишвили, он не просто олигарх соответствующей хищнической психологии, он еще и, ну, я не врач и диагнозов делать не могу, но у него явно не в порядке с психикой, потому что он буквально 29 апреля выступил на большом митинге своих сторонников, которых, ну, как к обычным принято, у авторитарных режимов сгоняют административный ресурс. Ну, он выступил, но это был абсолютный шок, потому что это было как выступление, ну, вот как вот есть известный российский телеканал РЕН-ТВ, да, там, где рептилоиды, там, глобальное правительство, там, мировая партия войны и так далее. Ну, то есть это был абсолютный бред сумасшедшего. То есть это не могло быть никакие там практические какие-то соображения, пиар или еще что-то, ну, он не в себе, у него серьезная проблема с психикой, ему таблетки надо глотать. А он вместо этого страной управляет, и у него страшные фобии. Он хочет, он боится, он постоянно боится, что кто-то его подсиживает, что там Запад против него, что эти неправительственные организации наводнили страну агентами, ну, такая серьезная болезнь в голове у человека, и поэтому для него сохранение власти – это вот, это вопрос жизни и смерти. При этом он прекрасно знает, что он настолько уже наследил, что ему, ну, бежать будет некуда, никто его не примет. В Москву он бежать не хочет, а в Европу его не возьмут, ну, в Дубай, может быть. Вот, и поэтому такие вещи, как там репутация, там, вот, вы знаете, неудобно, ну, вот, смотрите, народ против меня, вот, ну, вот, какая-то совесть, какой-то, ну, вот, значит, я же не буду убивать своих сограждан, там, это против меня молодежь выступает, по идее, уже этого должно было бы хватить для приличного человека, чтобы видеть, что будущее поколение, то есть завтрашний день этой страны против тебя, но это все не имеет для него никакого значения. Для него имеет значение один единственный вопрос, вот один единственный. Вот толпа сейчас стоит на улице, может ли она ворваться ко мне в дом и оторвать мне голову? Если толпа этого не может, то остальное его не беспокоит. И поэтому добиться какого-либо ощутимого успеха, не создавая угрозу его личной жизни, то есть того, чтобы у него было понимание того, что его просто могут убить, так? Вот если этого не будет, если не будет каких-то страшных вещей на улице, если не будет огромной эскалации, когда там десятки, сотни тысяч людей там с вилами и топорами пойдут на его резиденцию, скорее всего, он не уступит. И если, конечно, я сейчас в данном случае не имею в виду, скажем, возможную реакцию Запада, то есть сейчас мы говорим чисто о внутренних фактах, что происходит внутри Грузии, и как был ваш вопрос, есть ли у грузийского общества возможность остановить принятие этого закона? Ответ. Если Бензина Иванишвили не почувствует непосредственный, вот прямо вот сейчас риск своей жизни, он не уступит. Если будут какие-то санкции со стороны Запада или угрозы, что он может лишиться своих денег, Грузия может потерять безвизовый режим с Европой, ну тогда может быть, и то не гарантированно. А еще раз повторю, в страну сейчас возглавлять психически больной человек, это абсолютно очевидно для любого, кто просто хотя бы не то что послушает, а прочтет в переводе его выступления на митинге 29 апреля. Ну вот вы говорите о достаточно серьезных вещах, угрозах жизни. Многие могут это действительно серьезно и слишком близко к сердцу принять. Тут очень важно, чтобы не было прям вот настолько контрастных заявлений. Но знаете ли, просто ведь угроза репутации для любого политика это сродни угрозе жизни, разве нет? Нет. Дело в том, что у него есть свои 40-45% избирателей. Это госслужащие, которые всегда, в Грузии очень такая нехорошая традиция, все госслужащие всегда боятся смены власти, потому что они все думают, что вот сейчас придет новый министр, посадит новых людей, и возможно там, вот я вроде никто, да, там в каком-нибудь департаменте, там исхачу себе там за 600 долларов в месяц, но тем не менее эти 600 долларов для меня что-то значит, и возможно завтра придет кто-то другой, и он посадит там своих людей, начнется перетряска государственного аппарата и так далее. Все этого боятся как огня. И поэтому государственный аппарат, а он очень большой, плюс их родственники, они могут очень плохо относиться к власти, они могут ее ненавидеть, но они голосуют за нее, потому что на одной чаше весов государственный интерес, то есть страна, развитие и так далее, а на второй чаше собственная зарплата, там кредиты, там дети в школе учатся частной, и это очень дорого все обходится. И в конце концов эти люди могут сколько угодно на кухне ругать правительство, но когда они подходят уже конкретно к избирательному участку, на первый план выходит личный интерес. Еще есть 2-3 категории населения, которые железно голосуют за власть. Например, социально необеспеченные, то есть те, кто сидит на пособии, как правило бездельники, ну если так честно сказать, которые не хотят работать, они получают там какие-то гроши от государства, и они за эти гроши держатся. И это люмпен пролетариат, они абсолютно там, какая честь, какая совесть, вообще о чем речь идет, их можно купить там за мешок картошки. Плюс ватники, ватники тоже все голосуют за Зиму Иваньшвили, за правящую партию, потому что, ну, все остальные партии слишком явно прозападные, а грошинская мечта, она вроде как где-то прозападная, где-то пророссийская, и с ватниками заигрывает, и с прозападными, в общем, в каждой твари попали, как говорится. Ну и последняя категория, которая составляет такой ядерный электорат правящей партии, это криминалы, гопники, наркоманы. Вот это очень легко работает, вот, например, вот наркоман какой-нибудь во дворе, ему говорят так и так, вот приведи 10 человек, вот своих же, то есть это не то, что они там бегают к мирным гражданам, там кого-то терроризируют, нет, это нельзя. Вот к своим, вот такие же наркоманы, как ты, иди, вот там, приведи нам 10 человек, вот у тебя брат в тюрьме сидит, мы ему срок скастим, или вот ты сидел, мы тебе судим, а с ним, а ты нам 10 человек приведи. Вот так эта система работает. И она обеспечивает им 40-45% железных голосов, вот абсолютно железных. А остальные 5%, 5, 6, 10%, которых им не хватает, они могут получить за счет того, что оппозиция разрозненная, и 7-8 оппозиционных партий идут на выборы, из них 2, скорее всего 2, может быть 3, пройдут 5% барьер, остальные получат по 2-3%, барьер преодолеть не смогут, и все эти голоса в итоге будут пересчитаны, и уже пропорционально к полученным процентам правящая партия может получить 51-52%, при этом формально выборы даже проиграв. Поэтому, и вот эти избиратели, о которых я говорю, вот им что в лоб, что пол будет. Там абсолютно не важно. Если он выведет каждого из них, будет и будет материть каждый день в присутствии родственников, друзей, они будут кивать головой, да-да-да, ну, значит, так и надо, ну, значит, мы такие плохие, мы этого заслужили и так далее. Там вообще не имеет значения, ну, вот если они увидят, допустим, видеокадры, где он утром там кого-то заживо съел ребенка, они скажут, ну, значит, так и надо, ну, мало ли, ну, есть человек детей, ну, всех свои недостатки. Тенгиз, ну, звучит на самом деле достаточно жутко, и вообще это выглядит, как, знаете, какой-то политический сетевой маркетинг, вот, очень, да, неприятная ситуация складывается на самом деле. Абсолютно, абсолютно, то есть они сели и рассчитали, вот это наша аудитория, вот это не наша, вот там этим, там чуть-чуть ватникам, чуть-чуть прозападным, там чуть-чуть бандитам, чуть-чуть бизнесменам, и вот так вот крутятся. Тенгиз, благодарим вас за то, что... Олигархически, и плюс еще психику. Ну, вот представьте, олигарх и еще и не в себе. Это же космах. Спасибо вам, Тенгиз. Спасибо Тенгиз Аблоти, журналист Теха Кавказа, был с нами на связи. Ну, а мы сразу переходим в эпицентр событий в Грузии. С нами на связи Георгий Вашадзе, член парламента Грузии. Он прямо сейчас подключится к нашему эфиру. Наши редакторы подсказывают, что он в эпицентре этих митингов. И вот с секунды, с минуты на минуту мы его подключим. Ну, а пока напомним, что силовики жестоко избили председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии Единое национальное движение Ливана Хевишвили. Депутат опубликовал в соцсети Икс свое фото, на котором видны следы побоев на его лице, опухший глаз и кровоподтеки. Кроме этого, сообщается, что у него выбит зуб, диагностированы переломы лицевых костей. Грузинский оппозиционер заявил, что это было целенаправленное карательное мероприятие. Также, по данным информационных агентств, полиция атаковала и представителей СМИ. В частности, агентство FPV сообщает, что их фотографа избили резиновой дубинкой, несмотря на то, что он был четко идентифицирован как представитель прессы. Прямо сейчас с нами на связи Георгий Вашадзе, член парламента Грузии. Прямо с митинга. Георгий, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, Георгий. Надеемся, вы нас очень хорошо слышите. Да, и вам передаем слово. И, Георгий, я вас попрошу, очень шумно сейчас на улице, как только вы услышите мой вопрос, если можно, вытащите, пожалуйста, наушник, звук будет намного лучше, нашим зрителям будет лучше вас слышно. Пожалуйста, с места события, как сейчас происходит ситуация? Вам слово. Сейчас слышно меня. Это же просто обе наушники, я даже не понимаю. Плохо слышно, но давайте попробуем вытянуть звук, да, потому что очень шумно. Смотрите, ситуация очень эскалирована, потому что очень много людей уже собирается. Фактически вся Грузия стоит на наоборот. Сегодня с региона очень много людей приехали. И самое главное, что никто не собирается отдать эту страну Годзиней Ванишули и русскому, так сказать, типу правления. Я уверен, что мы обязательно победим, потому что фактически нет вопроса, что Иванишули хочет полностью авторитарный режим здесь сделать. Он, так сказать, хочет просто говорить народу, что он является суверенитетом этой страны, а не народ Грузии. И самое главное, что народ на улице, весь молодежь, плюс весь Запад очень четко заявляют, что те меры и те решения, этот русский закон, который иницирован прямо для того, чтобы отдалить Грузию от Запада, и 85% Грузина поддерживают интеграцию с Европейским Союзом. Если честно, если я еще детально сказать, почему он сейчас это все начал, потому что он понимал, что проигрывают выборы, потому что он понимал, что у него уже нету той власти, несмотря на то, что он кого-то подкупил, кого-то, не знаю, испугнул, какой-то административный ресурс сделал, это не хватает ему для того, чтобы он остался во власти. Так что сейчас он пытается просто убрать выборы из реальности Грузии. Так что мы стоим, мы здесь и внутри парламента, и вокруг парламента активно идет, и влетет активный процесс. Сегодня приняли вторым чтением этот закон, впереди еще третье чтение, потом вето, которое будет имитирован, этот закон будет со стороны президента. Так что мы все думаем, что мы обязательно победим. Георгий, еще важный вопрос. Уже Соломир Зурабешвили сказала президент Грузии, что будет витировать данный закон. Но я правильно понимаю, что у парламента и у грузинской мечты в том числе есть большинство голосов, которые могут перебить это витирование закона? Тут поясните, пожалуйста, юридически. Да, у грузинской мечты этой русской партии есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. И исходя из этого, несмотря на это, сам факт витирования и преодоления вето будет, я думаю, что самым главным моментом для того, чтобы мы все уже конкретное решение приняли. Еще раз говорю, народ стоит на ногах, вся Грузия единая. Единственное, Иван Ищуни со своим окружением, кстати, он позавчера в своем заявлении говорил, что он не Януковича никогда не будет повторять, его не выгонят из этой страны, фактически не узнает какое-то заявление. А мы, народ, мы все говорим, что Грузия – это страна свободных людей, свободного любого народа, мы обязательно будем до конца победить. К сожалению, это Единая Ираклия-Грузия-Грузия мечта – это создание гибридной войны, которую Россия ведет против Грузии. Все эти 12 лет они обманывали народ, что якобы они проевропейские, прозападные. Сейчас тоже, если их спрощится, они скажут, что мне мы хотим европейскую интеграцию. Очень четко для всех понятно, что с русским законом мы в Европу не войдем. И, Георгий, интересно ваше мнение по поводу Ираклия-Горибашвили, его вообще шансов в политике после этого законопроекта. Мы только что общались в эфире «Фридом» с Тенгизом Аблоти, это журналист «Эхо Кавказа», и он сказал, что у Горибашвили есть свой четкий электорат, который ему всегда позволит выиграть на выборах, мол, он так все организовал, что всегда обеспечит себе вот этот самый процент, и он, возможно, откажется от своей идеи едва ли не только при угрозе жизни. Насколько критично все, на ваш взгляд? На самом ли деле так происходит? Либо все-таки уже процент поддержки изменился? Нет, у них упал реально процент поддержки, именно из-за этого они творят то, что они сейчас творят. Именно из-за этого они делают. Понимаем вот лодку, административный ресурс, что какой-то момент это не хватает. Потому что реально друзьями поняли, что они шулик против наших национальных интересов стать членами Европейского Союза и идти демократическим путем развития. Исходя из этого, как раз происходит то, что происходит. Он хочет эскалировать сейчас ситуацию максимально. Вчера, как вы знаете, избили лидеров самой большой партии национального движения Леона Хапеишвили. Мы фактически вместе стояли. Меня тоже хотели лично захватить. Не знаю, может быть, тоже избить. Но это как раз факт, что они говорят, что они готовы на все. Но народ говорит, что мы не боимся. Мы не боимся, и мы обязательно будем продолжать... Георгий Вашадзе с нами на связи был. Не знаю, получится ли сейчас еще восстановить связь. Напомню, что Георгий Вашадзе член парламента Грузии. И прямо сейчас он находится в том месте, где происходят протесты. И, собственно, из гуще самих событий он к нам и включается. Георгий, восстановили вроде бы с вами связь или не восстановили. Давайте все-таки попробуем вас поприветствовать. Сейчас все еще предпринимаем попытки, потому что мы понимаем, что перебои со связью могут быть, как и перебои со звуком. Потому что место, где находится Георгий, как минимум, достаточно шумное. Но вместе с тем очень важные месседжи мы услышали о том, что у лидера партии «Грузинская мечта» нет уже такой поддержки, которая была ранее. Георгий, вы с нами на связи все еще? Да, да, я на связи. Георгий, очень важный... Подмежение того, что у них нет поддержки, они, так сказать, сильно привезли из регионов людей, собрали в Тбилиси. И пока объединенный в Неванюшуле выходил, словом, практически больше, чем половина это собравшихся людей, они покинули место. И им пришлось даже искусственные, как его, крик запустить для того, чтобы показать людям, якобы кто-то там хлопает и кто-то поддерживает его выступление. Вот такая была, так сказать, ситуация. И этот факт показывает, что у них уже нету поддержки и нету легитимности реально на сегодняшний день. Георгий, и в заключении, как сейчас ситуация конкретно на этой акции протеста? Потому что у нас была информация, что силовики все-таки вели себя моментами достаточно жестко по отношению к протестующим. Как сегодня, вот прямо сейчас ситуация? Ну, парламент, силовики вообще ушли и оставили парламент. Они этим хотят, наверное, просто провоцировать мирный процесс как-нибудь, провокации, чтобы были здесь. Но мы максимально защищаем мирный, так сказать, протест. Мирным протестом продолжаем абсолютно все. Так что вот такая ситуация. Я могу тоже переключить видео. Я сейчас сзади парламента, спереди парламента, там, не знаю, там, наверное, 30-40 тысяч людей. Сзади парламента тоже люди. Они ходят вокруг парламента. И вот если я так покажу, я не знаю, если видно сейчас, вы можете смотреть, какая ситуация сейчас сзади парламента, где я сейчас просто пришел для того, чтобы включиться в нашу фирму. Благодарим вас за то, что вы нашли такую возможность включиться в наш эфир. Знаете, жители Украины точно знают, как отстаивать свое право на лучшее будущее. Желаем, конечно же, успехов в выдержке. И вам, Георгий Вашадзе, член парламента Грузии, был с нами на связи.